Парни, что странно, не осознанно делать все девушки. Подвигаться. Мне особо не бывает хо... Верить в сердце и вещи. Переклады твои вещи, забывая, что переклады... Из-за того, что моя девушка постоянно клацет... ...способ обороть нашу вечную сверхчувствительность... Когда они моются в душу, вода должна быть почти кипящая температура. Это откуда вообще исследование? Холоду. Когда кто-то их фоткает, они обязательно принимают одну очень конкретную позу. Кладут руку на бедро и немного поворачивают голову. Походу, это происходит у них автоматически. Мне дико смешно, когда я вижу, как это происходит. Предлагают своим парням выбрать место для ужина. А потом отвергают все предложенные им варианты. Мы с женой пользуемся методом под названием... Да нам похуй, что вы с женой пользуетесь. Нет, ну что это я есть. Жалуются, что еда слишком жареная, соленая и сладкая. Мы продолжаем ее есть. Кто-то жалуется, что еда слишком жирная, соленая или сладкая, блядь. Я вообще хуй знает. Просто у меня есть вкусно и невкусно. Это же, эта еда такая вредная, что учитывается нахуй во сне. Они пукают во сне? Чувак, что? Скорее всего из-за того, что стараются сдерживать пердежки. Да, и пиздой. Я не верю, я не верю, я не верю. Вы не имеете права пукать. Я не верю. Хочешь, открою секрет. Ты тоже так делаешь, постоянно. И нет никакой разницы. Вы не имеете права пердеть. Диппинс узнал, что девушки пукают. Тебя задело, что ли? Что я узнал или что? Боже, чел. Пукают во сне. Когда они пишут смски своим любимым, они обязательно используют всякие странные смайлики, которые кроме них и серийных убийц походу не используют. Какие, например? Что вы используете? Нихуя вы не используете, какие смайлики вообще? Кто использует в 21-м... Блять, уже 23-й пиздец. В 23-м году смайлики. Ха-ха-ха. Ты прикинь. Вот такой нахуй. Просто... И когда они злятся, практически все девушки используют смайли с кучей... Я так кентам пишу. Скобок. Все ок, я в порядке. Они крадут наши вещи. У каждой моей хорошей... Все, отмена смайликов. Кто кидает смайлики, то у детей не будет. Подруги бывшей, есть как минимум одна вещь из моего гардероба. Должен заметить... Они крадут наши вещи. Вы пиздите женские вещи между друг друга? Ну, девчонки, это низко. Да, блять. Вот мы с пацанами нет. Потому что у нас я высокий. Второй жирный. Чуть ниже, чем чухуахуа ростом. Третий, как чухуахуа ростом. Но не жирный. А черт и высокий. Но дрищ пиздец вообще. То есть у нас нереально спиздить вещи. Понимаете, у нас всех разная комплекция. Вот, понимаете, мужская лучшая дружба. Она какая? То есть у нас... Вот если даже два качка лучших друга дружат, они разные, понимаете? Полностью. Вот такая лучшая дружба у пацанов. И они пиздят вещи друг друга. Они друг друга пиздят. И не надо кидать смайлик сосущихся двух людей, когда я говорю про дружбу мужскую. Это другое. Иногда пританцуют или поют перед приемом пищи. А взрослыми женщинами я как-то такого не замечал. Может, потому что я особо с ними... Ну, может, потому что я заметил, что девушки иногда пританцуют или поют перед приемом пищи. Потом оказывается, что это тюремщик какой-нибудь, у которого, блять, девушки раз в день едят. Ну, конечно, они будут пританцовывать и петь. Не общаюсь. Но все знакомые мне дамы до 40 делали это при мне хотя бы раз. Прикинь. Доча, сегодня плов. Да ну нахуй! И разъебалась просто. Так прелестно. Комментарии в инстаграме. Девушки не умеют принимать комплименты. Если ее фотку завалят комментами вроде, какая красавица... Да, да, да. Да ну нахуй, плов сегодня. Она ответит, ой, да как будто... Комментарии в инстаграме. Девушки не умеют принимать комплименты. Если фотку завалить коментами, то вроде какая-то... Ой, нет, чувак, знаешь, что девушки делают? Сто процентов. Вот этот вот, ну, вот это вот пиздёж вот этот. Видели в ТикТоке? У меня здесь девчонки нормально сидят. В ТикТоке какой-то видос, там какой-нибудь Шрек Болотный, да, и там пишут, блядь, блядь, держите мои глазные яблоки, сука, это же, это же богиня красоты, блядь. И пишут вот это вот. Я думаю, сука, нахуй, ну что вы пишете? Чуваки, зачем? Ты про себя? Вот это есть, вот это есть. То есть, как бы, и там, я это листаю, все, и смотрю, там один чел пишет. Вы чё, ёбнулись, блядь? И на аватарке, этот, из-за аниме Джорджо, знаете, вот это вот. Джорно Джованно. Вы не знаете, как... Обычно тебе такое пишут, бро. А нахуй вы меня засираете? Я вам что сделал, блядь? Тебе мы тоже такое пишем, хоть ты уёба. Я вас понял, хорошо, я вас понял. Вань, ну ты ведь такой же лицемерный. Ты чё, дурак, блядь? Я самый честный человек вообще. Принижают тебя по любым пустякам. У девушки может быть идеальная внешность, но она всё равно найдёт себе какой-то практически невидимый недостаток. Ой, блядь, у пацанов тоже много загонов, на самом деле. Которые никто никогда не обратит внимание. Я такая страшная. У пацанов тоже много загонов, просто... Просто что? Вот по себе сказать, если. Просто они проходят возле зеркала такой, блядь, ну как у такого охуенного меня могут быть загоны? И не заёбываются. А так у них очень много загонов. Просто они не тратят на них время. Джессика, извини за вопрос, но если твоя... Просто вот мы проходим во зеркало и такие, блядь, чувак. Я к тебе выебал, был бы ты женщиной. Типа ты себе сам говоришь. Понимаешь? И дальше идёшь. А так потом сидишь ночью, слушаешь музыку какую-нибудь, знаешь, вот такую, врываешь вот такую музыку. Блядь, у меня хуй в пятую сторону. В правую сторону смотрят. И сидишь так. Блядь. Ну хуже не лицо, правильно? Значит, ты расстраиваться нечего. Великолепное личико выглядит ужасно. То как тогда описать мою уродливую рожу? Касаются одной вещи и тут же исчезают ещё три. А ещё резинки для волос. Они повсюду. Это известный факт продолжительной жизни резинки для волос. День... За парнями я тоже такой... Они делают глубокий... Когда они видят собак или ещё каких-нибудь милых животных, они обязательно делают глубокий вдох. Кроме разве того, что они любят коллективно ходить в туалет и над чем-то там ржать? В старшей школе я постоянно обращал на это внимание. Нет, я тоже сначала думал, что они просто так ходят туда коллективно, но на самом деле они помогают друг другу с тампонами, прокладками, ещё с всякой штукой. И ещё вот это вот. Посмотри, этот... Зай, посмотри, протекла. Вот это вот ещё. Это я знаю, это я уже знаю, и за это я уже шарю. Он шарит, он шарит. Здесь он уже шарит. Просим подать туалетную бумагу, помогая другу с прической и косметикой. Б. Социальная. Всегда есть что обсудить или продумать. Ты еблан, чувак, блядь, я в курсе. Плюс пьяные девушки обязательно заваливают друг друга комплиментами и орут, какие они офигенные. С. Обязательная. Нам в... Пья... Девчонки, вас палили. Мы за ручки друг друга держим, пока она одна на унитазе сидит. Пьяные бабы в сортире это абсолютный пик сестринства. Зачем-то постоянно ходят на каблуках. Никогда не встречал девушку, которой бы это приносило удовольствие. Зачем носить то, от чего у тебя через два часа будет страшная боль в ногах? Туф... Не знаю, не знаю. Мы с пацанами он вышел всегда на каблах ходим. Туфли ничем не лучше любой другой обуви. Более того, со временем они могут навредить икрам. Я девушка, мой рост 157 сантиметров. Как... Пиздец, как-то погода снизу. Когда на мне нет каблуков, я похожа на маленькую школьницу. И из-за этого меня никто не воспринимает всерьез. Плюс я довольно молодо выгляжу, что тоже никак не помогает. Я 146. Ну, ребят, тут-то люди, наверное, старше пятого класса. Что каблуки, мое все. А еще мне нравятся чат мои каблуки, когда я хожу по нашему офису. Возможно, это не особо странно, но... Ой, бля, ребят, ништяк неплохо, сколько у вас роста. Блин, вы как прочитали мои высли, все начали писать в один момент просто в чат. Блин, черноземье спасибо большое. Когда кто-то упоминает карманы на одежде какой-нибудь девушки, зачастую она... У девушек нет карманов, я не знаю, нахуя. Почему так? У девушек нет карманов одежды, у них есть сумка. Ну вот поэтому. Зачем ты спрашиваешь? Чувствовать необходимость засунуть в них руки и немного ими повыпендриваться. Это довольно мило. Карманы на женской одежде это чудо, которое заслуживает отдельного внимания. У них начинается паранойя, если парень молчит. Мы, парни, можем молчать часами, может даже днями. Факт. Факт, блядь. Пацаны, было такое, нахуй, что в школе ты такой... Блядь, все, короче, сегодня... Вот сегодня начинаю челлендж загадочный. Я не буду говорить, нахуй, несколько суток. И просто пытаешься реально не говорить несколько суток. Вот это есть такое. Вот у пацанов такое есть, нахуй. Просто, понял? Просто ты в один момент сигма-гуль, нахуй. Включаешься. У девчонок, не знаю, нет, девчонок нет такого. У меня этот челлендж все обучение шел. Пиздец, прикол. Нет, у девчонок нет такого. Ну, что, вы пробовали не разговаривать? Да ну, блядь, да ну, да ну, кому рассказывать? Как один день можно провести без разговоров? А если вам позвонят, скажут, «Привет, Натя, если ты скажешь сейчас любое слово, с тобой будет встречаться Жасим Бибер». Вы что, ничего не скажете? Для нас это нормально. Иногда мы просто... Если что, я пацанам сейчас. Думаем о всякой херне. И когда я говорю своей девушке, что ни о чем не думаю, то на самом деле я представляю себе, что работаю спецагентом. Или думаю еще о какой-нибудь детской ерунде. У нас в офисе работают два парня и шесть... Иди нахуй. Девушки, когда моются в душе, крепят свои выпавшие волосы к стенке. Вот... Окей, про жопный волос я было уже, слышал. Да? Это вообще уже... Это уже Доктор Стрэндж полный, ебать. Многие девушки, когда моются в душе, крепят свои выпавшие волосы к стенке. Типа... Так, и такой... Как козюля об стол, типа. Ну, если кто-то вдруг вытирает козюля об стол, это не я, очевидно. Ну, нет козюля, я ж дипец. Всегда потом собираю и выкидываю. Ух ты, ну вы даёте, реально. А можно было бы сдавать. За деньги. Так, пытаетесь спасти трубу от засоров? Ты когда-нибудь... Да ты срешь дальше, чем видишь. Я не сру, нахуй. Посмотрите на меня. Пытался смыть с себя 50-сантиметровые волосы. Это не так уж и легко. Куда проще прилепить волос к стене, а потом смыть его. У девушек очень строгий кодекс чести. Я, слушай, что-то ты давно не тусила со Стэйси. У вас что-то случилось? Я ей как-то написал смс, а она ответила только через 40 минут. При этом я видела, что она заходила на Фейсбук. Так что я точно знаю, что у неё в руках был телефон. У неё в руках был телефон. Она на Фейсбуке сидит только с телефона. Боже, эта дура так меня злит. Что, блядь? Ну, это только в Америке, только там Стэйси есть. Бля, прикиньте, короче, Настю называть по-модному в СНГ Стэйси. Понял? Типа. Анастасия, а.к.а. Стэйси. Да? Покупать слишком дофига подушек для спальни, гостиной. Хочу спросить, а ты не у всех мужиков в мире нафига не нужны? Фу, ты чё, ребёнка у меня было, блядь? Для домиков, сука. Для домиков, нахуй. Чтоб пятаться от зомбаков, вот я как хуйни такой. Я с сестрой, и не важно. Оценивать другие девушек с ног до головы довольно поразительное явление. Да куда мы идём? В магазин или ещё куда? А зачем вам оценивать других девушек? Вы же сами девушки. Это что значит? Надо, по приколу, надо, не надо. Ну, типа, как выглядит, эм, для шалашей из устьев. Ну, если красиво, ага. Другие девушки постоянно, когда я захожу в комнату, думаешь, мы спросил у жены, нафига есть сумка, когда есть кошелёк? Она сказала, что кошелёк не поместился бы в джинсах, и что если бы она засунула его в задний карман, то он испортил односторонних переписок, мне начинает казаться, что я на создение. Чего? Это всё, да? Девушки, блядь, брызги от унитаза попадают на ободок? О, ну, блядь, про унитаз вообще не весело спрашивать. Девушки, что странного неосознанно делают парни. Что странного могут неосознанно делать парни. Парсиана смотрит на декольте, поверьте мне, каждая девушка на чьи вырезы вы заглядываете и знает об этом. В смысле? Каким не занимаюсь. Вот если бы было декольте в районе паха у мужчин, я бы туда посматривал, конечно. Но я бы не смог просто контролировать свои глаза и яблочки. Это естественный реакт, просто нужно прям пялиться, смотреть туда, это как смотреть на солнце, по-быстрому запалил и отвернулся. Мы, кстати, тоже знаем, что вы знаете, что мы смотрим. Но вы ведь неспроста так одеваетесь, не так ли? Это, как знаете, есть челы, которые паркуют на улице свою Феррари, а потом жалко... Они очень редко стирают свое постельное белье. Странно, что до меня это никто не упомянул. Если у девушки белье не стирано больше двух недель, то ей становится мерзко на нем спать. А пацанам, походу, вообще до фонаря они могут... Да вообще похуй! Потому что вообще похуй! Пиздец! А когда они похуй? Постельное белье! Да я в трусах от них сплю, я-то чистенький. Как оно может быть грязным? Постельное белье. Вообще, вообще фулл похуй. Просто. И его менять надо. Сам в шоке. Месяцами спать на одной простыне. Погоди, их че надо... Свинья, я чистый. Я чистый. Значит, постельное белье чистое. Стирать? Чего? Простыню можно снять с кровати? Это ужасная идея, потому что потом придется стелить ее обратно. Но потом прыщи на теле. Я беспричный. Ладно. Когда они говорят, что общаются и идут тусить с другом, то всегда речь идет о какой-то бабе. Потому что если парень действительно говорит о друге, то он просто называет его имя. Я за годы проверял этот прикол раз 20 и была права в 100% случаев. Ну, это, скорее всего, что-то... Что-то, блядь, 20 плюс. Или 30 плюс. Это забавно, потому что пацаны на 100% уверены, что это рабочая схема. Ну, хз, я иногда говорю друг просто потому, что моя девушка его особо не знает. Если я назову его... Ну, я так пользовался с мамой. Типа, мама, с кем ты идешь гулять? Мам, ну, с друзьями. Ну, скажи имена. Я думаю, мам, что тебе даст, блядь, имена-то их? Что, от этого друг перестанет быть другом? По имени, и он покажется ей незнакомым, то потом придется еще долго объяснять, что это за чел. Я ни разу не встречал парня, у которого дома повсюду не было бы разбросана мелочь. У них обязательно должно быть что-то... Ну, разбросано чуть-чуть, блядь. Типа, ведерко для мелочи. Либо просто мелочь валяя, и он шел к реальному дерьму. Не для того, чтобы потерепонькать или что-то в этом роде. Просто ссуют руку под резинку штанов, когда лежат на диване. У вас что, так сильно мерзнут руки? Может, вы почему-то вынуждены держать руку возле своего причиндала? В чем причина? Я когда тикток смотрю, так могу сделать. Объясняю, вот так просто сделаешь, вот так, и вот так и ставишь. Ну, просто комфортно, понял? Как карман. Просто карман чуть дальше, чем штаны, понимаешь? Это просто лень. Лень двигатель процесса. На. Когда парни... Я так часто сделал. Сейчас я хуй поправил. Сейчас другое. Обнимаются, они обязательно должны хлопнуть друг друга по спине ровно три раза. Если ты настоящий друг, то можешь еще схватить своего кореша за ж... Когда парни обнимаются, они должны хлопнуть друг друга по спине ровно три раза. Вот тут, если не факт, я чмошник. Ну, не три раза, но хлопнуть должны, типа. Потому что пацаны не обнимаются. Ну, типа. Так, можно как бы? Понял? Понял? Смотри, я объясняю. Я объясняю. Я объясняю. Вот этим действием, то, что ты обнял, его так сделал. Хотя бы раз. Ты полностью, тем, что ты один раз хлопнешь, ты полностью, типа, отводишь от себя любые подозрения, понимаешь? Если о чем я понимаешь. Лайя, я расскажу, что нам какой-нибудь скотч сихрет свой. Мой? У меня есть трусы с Наруто. Я их ношу, короче. Я кентаза член троуга дозрю. Это нормально. Покажи. Блять. Разыграй, иди нахуй. Это не разыгрывается. Если бы у меня хотя бы не одна пара была, я бы разыграл. Старенькие, проперженные. Ну, в смысле, поношенные. Это какая-то региональная особенность. В наших краях пацаны хлопают друг друга по спине только два раза. Не больше, не меньше. Еще они иногда жмут друг другу руку, а второй рукой легонько хлопают по спине. Так они обычно делают после долгой разлуки. Мы замечаем, когда вы смотрите на других девушек. Я неоднократно ловила на этом своего парня и дразнила его на эту тему. Он каждый раз отнекивается и полностью все отрицает. Сейчас я и сама иногда обращаю внимание на привлекательных тем. Когда они говорят вы, они делают дико странные лица. Особенно, когда странный грунтовый уровень или стеклянный перестрелок. Не знаю, я никогда не замечал. Стеклянный перестрелкой. Готов, понюхи, о которых... Да ладно, давно уже все... Дамы, давайте не будем забывать, а почесать и понюхать. Это хуйня. Я не знаю, кто это делает. Никто не чешет яйца и не нюхает. Руки. Всем известно, что они корчат просто дичайшие рожи, когда сидят на кресле и тщетно пытаются достать кошелек из заднего кармана. Это происходит в 100% случаев. Секреты, ты же не хочешь, например, двойной... Если взять любых двух парней и бросить какую-нибудь патру, где им нужно общаться, например, двойное свидание. Двойное свидание. То они тут же станут лучшими друзьями и совсем скоро у них будет свое секреты. Не знаю, блядь, но пацанам легче. Пацанам легче просто как-то социализироваться с другими пацанами, блядь. Понимаете? Вот, девчонки, я не прав. Скажите, если я скажу то, что вам прям вообще очень легко начать общаться с какой-нибудь девчонкой, которой вы в первую жизнь едете. Опять вы с этим смайликом! Ну когда как? Не, просто, понимаете, даже если Dead Insider закинуть, блядь, который вообще дома, нахуй, кроме из источников света, видел только люстру, блядь. Даже если его закинуть, он тоже что-то там понадкидывает в диалоге. Я просто сам проверял, у меня в группе такой есть. Светное рукопожатие, которое, походу, знают все пацаны. Весь прикол в том, что пацаны априори считают других пацанов нормальными, пока они как-то не накосячат. А с девушками история... Наверное, да. А с девушками история ровно обратная. То есть, если пацаны считают других пацанов нормальными, пока они не косячат, то девушки считают других девушек ненормальными, пока они не опрувнут, ну не пруфанут, что они нормальные. Вот так что ли? Ну вообще как-то да, я как-то никогда не думал, что, блядь, вот это какой-то чмошник. То есть, я сначала смотрел на него, потом он делает хуйню, я такой, вот это чмошник. Да? А, нифига, девчонки, то есть ваше доверие надо заслужить Бля, тяжело? Согласен, ебать Я сейчас познаю просто психологику, охуеть Ну с тобой так было? Нет, со мной так не могло быть Со мной ты сначала такой Блядь, а потом посмотрела И такая, блядь Да Когда снимают майку через голову, то всегда держат ее за воротник Это чтобы майка не вывернулась наизна Смотри, есть две стадии, парни Смотри, сначала они как маленькие вот так снимают снизу Вот так вот в футболке Потом они начинают поумневывать и они вот так хуярят Все, все, все Это две стадии парни Сначала смотри, вот здесь, вот здесь, вот здесь Ты чуть-чуть либо пошел в школу только что Либо еще не в школе, когда ты вот так снимаешь Как лох, как лох опущенный Нервный, маленький Чтобы снова ее надеть Тогда какого хрена, когда я занимаюсь Стиркой майки моего мужа всегда наизнанку Ну реально потом выращивать лень Да, ребят, вам один мужской факт Большинство вещей, которые делают мужчины, скорее всего связаны с тем Что по-другому ее делать лень То есть лень это основной двигатель процесса Шаришь? То есть допустим, если только похавал ложку, вилку, да Ты просто ее вот так, ну ебанул под водичку И все, она помыта и хватит с нее Знаешь, вот так вот, например Это сводит меня с ума Я уже даже установила правило Ты получаешь майку в том виде В каком дал мне ее изначально, только чистую Многие парни измывали Не, ну если это не в жире была ложка Это вообще, это не жертва Это инвестиция Это инвестиция в хорошее времяпровождение Они играют столько, сколько только может выдержать человеческий организм Б, отрицают, что спали днем Даже если я кого-то конкретно спалила за этим днем Вот это странно Вот это очень странно, но это так Это вообще очень странно Я первый за собой заметил Никто из пацанов не признает, что мы днем спим Это очень странно Я никогда не признаю Я иногда засыпал Но это я так Даже сном не назвать Бля, не сплю днем хз Факт, вы не найдете ни одного человека, который спит днем в чате Потому что все спят, но пиздят Вы что, дорогие? Вы не знают, это как-то странно То есть вы что понимали? Что вы понимали? Вот вообще со сном у пацанов очень странная тема У меня есть беседа с моими лучшими друзьями Ну не то, чтобы зашкварно встать в час или в три, да? То есть там встают разброс от того Четыре человека в беседе, включая меня И там разброс от того, кто во сколько встанет Чтобы понимали От восьми утра до восьми вечера Пока все проснутся Вот такой разброс И вот, допустим, тип заходит в первый раз в сеть Часов в пять Первый раз в сеть заходит С вчерашнего дня, блядь В пять вечера, в 17.00 Ему все три накидывают Че ебать, выспался? Он говорит, да я в двенадцать встал Просто потом опять лег Понимаешь? Странная хуйня Почему мы так вот не признаем в сон? Накидывают в рот Ну нет, пока побеседим И так у нас секстинг Будут отнекиваться до последнего Их это почему-то может даже разозлить Странно Нет, я не спал Серьезно То есть ты можешь одновременно И храпеть, и бодрствовать Не знаю, как у других Но меня дико расслабляет Играть именно ночью Когда вокруг тишина И никто не может меня потревожить Когда ты нравишься застенчивому парню Он сначала долго смотрит тебе в глаза А потом смотрит в пол Еще они... Когда ты нравишься застенчивому парню Он сначала закручивает Свою правую красную прядь А потом левую черную прядь И вот так вот он с тобой заигрывает Вот так вот Ну, естественно, глаз не видно Они направляют свои ноги в твою сторону И смеются над всем, что ты говоришь Даже если это не была шутка Не знаю точно, правда это или нет Но я давно уже подозреваю, что большинство парней Общается только с теми девушками Которые кажутся им привлекательными Я не страшненькая, но и не Кейт Аптон И меня постоянно бесит, когда мы, например, делаем Какой-нибудь групповой проект И парень из группы мне... Не знаю, я вообще никогда не общался с девушками Препрочит Вообще, это они со мной общались Я не общался И двух слов сказать не может Потому что он слишком занят более привлекательными девушками Как будто он боится, что я, не дай бог, втюрюсь в него Если он заговорит со мной Изменено Вау, парни в ком... Ребят, я к вам открыт Я к вам открыт Я к вам открыт Вы не пишите, что я человек свой Я к вам душу вливаю Ментах пишут, что все наоборот Оказывается, в этой ситуации симпатичная как раз я Вся моя жизнь ложь Да, все наоборот У меня нет никаких проблем заговорить с девушками Зачем вы меня опять пишите, где нахуй?